Дорогие братья! Вот, ну, как уже было озвучено, мы по нашей работе очень часто мы сталкиваемся с нашими школьниками, со студентами, и поэтому хотелось бы сегодня озвучить те беды, проблемы, которые сегодня нас охватывают, на которые большинство взрослых поколений не обращает внимания. Наши дети, они, вот они, среди нас, они рядом, перед нашими глазами, мы думаем, мы все про них знаем, мы про наших детей не знаем абсолютно ничего, дорогие братья. Мы думаем, мы наших детей воспитываем, на самом деле, дорогие братья, наше воспитание, дорогие братья, наша информация, которую мы нашим детям даем, по сравнению с той негативной информацией, которая постоянно их воспитывает, пропагандирует, той информационной бомбежкой, которой наши дети постоянно находятся, наша информация, наша воспитательная информация, дорогие братья, это как выстрел из водяного пистолета. Если пример такой можно привести. Теперь в одной из горных сел, представьте себе, мы всегда примеры гор, когда приводим, говорим, что Яхнамус чуть-чуть там сохранился. И всегда над этой фразой я лично думал, почему в горах Яхнамус, говорят, больше сохранилось. Потому что, дорогие братья, там кроме двух каналов больше никакие каналы не ловили раньше. И интернета никогда раньше не было. Сейчас уже все потихоньку туда дошло тоже. Почему я примеры беру? Потому что нас всех с вами вместе воспитывает информация. Информация, дорогие братья, это как пища, которую мы потребляем. Она бывает вредная, ядовитая, опасная, также хорошая и положительная. Но сегодня то информационное поле, в котором наши дети живут, находятся, дорогие братья, очень страшным временем мы живем. И наших детей эта информация воспитывает. Девочки, пятый, шестой класс, в горах, они мечтают выучить корейский язык. Вопрос вам, дорогие братья, какое отношение языки учить, это прекрасно, это хорошо. Забон, дони, джагон, дони, персы говорят, знаешь язык, весь мир знаешь, это отлично. Но почему наши дети не хотят выучить язык, на котором разговаривал посланник Аллаха, а хотят выучить корейский язык? Это просто ли интерес, дорогие братья, вот в чем вопрос. Это не просто какой-либо интерес, дорогие братья, наших детей к какой-то культуре и так далее. Это просто они влюбились в группу, в группу, которая пропагандирует аморальные ценности, которые ты на них посмотришь, ты не поймешь, это мужчина или женщина, которые волосы красят зеленый, оранжевый, красный, любой цвет, который их группа красит. Наши дети влюблены в этих кумиров, которые сегодня создали, дорогие братья. Поэтому, когда уже они влюбляются в них, они любят полностью их культуру, их ценности, их ориентиры. В одном из вузов города Махачкалы выступая, один студент встает, мне лично говорит, у нас, слава Богу, современная европейская семья. Что это означает? Это означает, дорогие братья, он продолжил, что значит, мне всегда интересно, что значит современная европейская семья. Та семья, в которой уважаются друг друга права, он говорит. Этому человеку полностью промыли, дорогие братья, мозги, я извиняюсь за свой жаргон, но мы должны понимать, дорогие братья, с чем мы имеем дело. Наши дети не мечтают быть дагестанцами, которые есть яхнамус, уважают старших, мечтают, благодарят, слава Богу, что есть современная европейская семья, которые уважаются друг друга права. Вы понимаете, к чему мы идем? Я пока вот это не услышал, я думал, я разбираюсь, в чем молодежь живет. Я глубоко заблуждался. Мы, дорогие братья, не понимаем, как мы наших детей маленьких теряем. Это просто один язык. Это просто любовь к чужой культуре, не просто интерес, который человек познавательнее изучает, а далее. Это человек полностью модель их не копирует. Завтра, если наши дети сегодня будут говорить, слава Богу, у нас современная европейская семья, завтра он скажет, в современной европейской семье родители нужно отдавать дома престарелых. В этих же фильмах, которые пропагандируют, дорогие братья, вы в фильмах разве не замечали такую картину, где дочка со своим парнем в комнате зина делают, отец заходит, ты почему без стука сюда ко мне заходишь, в мою комнату? Эту модель, воспитательную модель, европейскую, современную, цивилизованную, развитую, сегодня наши дети, дорогие братья, перенимают полностью. Сегодня я знаю организации в Махачкале, которые за европейские гранты работают над нашей молодежью. Целая вот такая памятка есть, как убежать от своих родителей. Их учат, статьи учат. В вузах девочка в хиджабе говорит, я жду, пока 18 лет мне исполнится, чтобы убежать от родителей. Им целые статьи, им помощь. Вот, смотри, вот эту статью выучи. Заявление напиши. Нам пишут материя, что я испугалась, говорит, ребенка, даже поругать, ударить. Она заявление хотела на меня написать. Вот такие современные ценности нам нужны, дорогие братья. Это ли наши предки преподавали или же нас учили, дорогие братья? Мы абсолютно не понимаем, дорогие братья, что с нашими детьми происходит. Сегодня здесь я просто, здесь это недалеко, пример тоже. В школах приходишь, вот, однополые браки, у нас ЛГБТ-движение распространяется, дорогие братья. Это то, что я лично столкнулся. Ко мне звонит мать и говорит, моя дочь сказала, мама, я люблю девочку. Что говорит мне делать? Сегодня мать, религиозная мать, говорит, это ребенок полностью под моим присмотром, намазы делает, все делает. В итоге оказалось, что он однополые отношения у него с каким-то парнем. Я, говорит, в шоке. Она даже говорит, я упал из сознания, потеряла мать, говорит. Сегодня, дорогие братья, я просто один пример приведу, как влияет информация. Есть такой бразильский канал, Глобал называется. Глобус тоже говорят, Глоба говорят. В любом обществе, в любом местности, где этот канал появлялся, разводы учащались, разводов становилось в разы больше, в 3-5 раз вырастали. Почему люди, социологи, которые социальную психологию изучают, почему так происходит? Оказалось, этот канал всегда транслировал вот эти мыльные пузыри бразильские, которые мы тоже в свое время, наши тоже смотрели активно. Вот эта информация на взрослых людей даже влияет. Люди пытаются копировать модель, которая в фильмах есть. Вот эта любовь, вот эта романтика и так далее. Сегодня, дорогие братья, наши дети смотрят мультфильмы, где герои нетрадиционной ориентации. Представляете, мир спасает. Сегодня не то, что так. Сегодня Оскар, премию. Номинировать не будут те фильмы, в которых не будет таких персонажей. Еще один пример приведу. Я один раз пошел в кинотеатр. Есть такой безобидный фильм «Человек-паук». Я ради примера это расскажу. Мне через год после этого фильма плохо было. Там один эпизод есть. Просто один эпизод. Там в конце, в одном единственном месте «Человек-паук» целуется. Недолго. Вот к вам вопрос. Мы в детстве. Если мы в фильме видели, что мужчина и женщина целуются. Наша реакция какая была, дорогие братья? Мы отворачивались. Мы видели, что как будто бы отвлеклись на что-то. Мы уходили. Мы с родителями не могли сказать. «Человек-паук» это мультфильм. Это фильм для детей. Полный зал детей. Там начали вот это целоваться. Вы реакцию этих маленьких детей знаете, какая была? Они все хлопали. Вместо того, чтобы отворачиваться, они хлопают. Сегодня ЛГБТ хлопают. В пятом, шестом классе сигареты, электронные курят, дорогие братья. Я на собраниях этих участвую. В реабилитационном центре встречаются, дорогие братья. Женские реабилитационные центры увеличиваются. Женщины становятся наркозависимыми, дорогие братья. А мы в своем мире живем. Мой дед, понимаете ли, по башке дал, и я ничего не делал. Мы должны полностью методы воспитания, дорогие братья, ключи должны сегодняшней молодежи подбирать. Мы всегда думаем, детей воспитывать, это значит, им маишат надо давать. Вот это роль отца самая главная. Вот чтобы они не нуждались ни в чем. Потом они кушают, была еда, одежда и так далее. Вот наша цель, мужская роль на этой земле. Нет, дорогие братья. Лучшее, что может дать отец своему ребенку, это хорошее воспитание, говорил пророк Алиса. Поэтому, дорогие братья, убедительная просьба была чуть-чуть, чтобы мы начали относиться трепетно к воспитанию наших детей. Как мать блогерша сегодня, матери не до детям. Отец тоже на работе, дети вот так в телефонах, в этих планшетах, сегодня подпитываясь этой информацией, они вот такими мышлениями, их мышлениями меняются, дорогие братья. Потом они говорят, ты меня не понимаешь, уходят и так далее. Поэтому, дорогие братья, пока не поздно, пока вот этот огонь маленький, ее тушить легко будет, когда уже огромный пожар тушить тяжело будет. Пусть Аллаху Тааля, дорогие братья, нам всем поможет. Пусть Аллаху Тааля сохранит наш Дагестан от всего плохого, дурного, и удаст тавфиq всем нам более серьезно относиться к воспитанию наших детей. Велхамду лиллахи, Раби лаалами. Раби лаалами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова